Эта история давно хотел рассказать ее. Понял, да? Я однажды, первый раз, когда я был в Дагестане, первый раз, я был очень грустный. Я был с двумя бизнесменами. Я смотрю на эти горы и говорю, Субханула, я из бедвинств и приехал сюда. Я был очень грустный. И настолько грустный я, я хотел делать приключения. И смотрю дома, сдалеко один. Я думал, если эти люди болеют, как в России, думаю. Если температура, если сломается, но до них никто не доходит, кроме лошади, ничего не доходит. Я пешком шел в этот дом. Я сказал бизнесменам, хотите приключения? Они знали мне, как Мухаммад, Хазра, Чех. Я говорю, сейчас увидите. Я в этот дом, вот тоже у арабов есть такие дома, далеко от человечества. Валлах, то, что я видел, я бы хотел, чтобы моя семья так была. Я шел в этот дом, я кричал, эй, здесь есть кто-нибудь? Выходит взрослая женщина. Ей очень приятно, тетя 65-67. Я ей сказал, она пришла, она по-русски очень плохо говорит. Я ей сказал, что я хочу. Я просто хотел видеть реакцию этих людей. Я говорю, что я хочу. Эти бизнесменам, ты что говоришь? Я говорю, что сейчас посмотрим на реакцию. И она вот так. Это кто-то говорит. И кричит. Вот так. Мне стало стидно, настолько она кричала. Она стала кричать. Горние люди кричат же. Потому что у них поле большая. И в этот момент реально стало стидно. Что за приключение дурное? Не надо было, наверное. И идет далеко уже мужчина. У него вот что-то какой-то аппарат снимает. И уже достает оттуда такой круглый этот белый. Оказывается, это сыр у вас такой. Круглый такой. И бегом уже. Я понял, что на поддержку пришел. Я понял, что, оказывается, позитив не крикли отрицательнее. Я думаю, она позвала на помощь, что кто-то пришел выгонять его. Ну, как я видел, что он достает, он достает кругляк. О, это похоже на сыр что-то. И сын еще с другой стороны бежит. Уже у него лук и хлеб в руках. Я понял тогда из разговора. И она кричит. Подожди, сейчас резать будем. Как приятно. Я говорю, нет, нет. Я каялся, что эту шутку сделал. Я говорю, только этот сыр покушен ваш. И так далее. Субханна, этот отец настолько рад. Сын настолько рад. Знает один жуза. Дай Аллах, чтобы они видят этот. Я до сих пор помню сына звали Умар. Он уже тридцатый жуза знает. Нам Коран читал. Рады, что пришли к ним в гости. Вот это, брат мой, у Запада нет. Вот далеко от Севизации. У них нет ни интернета. Каждый занят своими делами. Корова. Знаешь? Между собой отношения. Знаешь? Этот институт семьи только у нас. Только у нас есть.